Рады представить миссионерку Инну Педгайну. Доброго ранку вам. Доброе утро. Итак, первый вопрос, конечно же, все-таки по поводу миссии, для того чтобы зрители вникли, что же это за идея, какая идея самой миссии? Если вкратце говорить, да, мы понимаем все, что мы живем своей жизнью, и очень мы редко задумываемся о том, что где-то людям намного хуже, чем нам, где-то людям, где-то дети, сегодня дети пошли в школу, а там у детей нет возможности ходить в школу, нет возможности получать элементарное образование и какие-то элементарные средства даже для выживания. Да. Я помню, если честно, самым ярким, наверное, событием фрагмента об Африке перед просмотром вашего еще видео в Ютубе, которое, к сожалению, сегодня мы не покажем, потому что смотреть не для слабонервных и не для утреннего эфира, поверьте, я помню, как Орел и Решка, всем известная программа, когда Алиса Никитюк, ведущая, просто была в шоке, рыдала пол программы, когда она увидела, в каких условиях живут люди реально. Она снимала, да, в Найроби этот сюжет, там бывала Юя достаточно часто, потому что это столица страны, где я живу, в Кении, и достаточно часто бываем там по делам. Но наши люди, с которыми мы работаем, которым мы служим, помогаем, они живут приблизительно в таких же условиях, как вот она была в трущобах там в Киберии. Если говорить о самой миссии, как и когда вы узнали об этой миссии, и когда пришло осознание, что есть желание поехать в Африку, и если есть вот желание, возможно, у тех, которые увидят этот ролик в Ютубе, как присоединиться, и что для этого нужно? Как я узнала об Африке? Ну, я вращаюсь в христианской среде, у нас очень много людей, которые верят в Бога, и многие из нас люди, они хотят помогать бедным, хотят помогать тем, кому эта помощь необходима. И наша команда вообще там уже 8 лет. О них я узнала тоже как бы в лагерной сфере, на Украине я занималась долгое время детскими лагерями, и там познакомилась с людьми, которые там были в Африке. А до этого уже очень много лет мечтала, чтобы там побывать, и как бы вот познакомилась, и туда поехала. То есть это было такое направленное, целенаправленное, да, желание все-таки попасть? Да, да. Если говорить вот об этом желании, желание было что, именно помочь или увидеть Африку, или понять, как там? Ну, было понимание, что я должна там быть, что это мое место, и я понимала, что я там буду жить. Уже 3 года живу там. Вот как-то так. 3 года это постоянно, или все-таки прилетаете в Украину? Прилетаю раз в Украину, вы видите. Я называю это словом помыться, потому что очень много, что можно сделать здесь, но у тебя нет возможности делать в Африке, хотя бы, да, проверить свое здоровье, и все в таком плане. А как вообще отнеслись все знакомые, близкие к тому, что вы улетаете в Африку на длительный период, и вот приезжаете на определенный короткий период, и улетаете обратно? Мои знакомые говорят, Инна, в какой-то степени мы по тебе в добром завидуем, потому что твоя жизнь, она наполнила смыслом. А родители, это мои, уже самые мои первые помощники, фанаты, моя семья, люди, которые меня встречают, провожают, переживают за меня. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть некоторые фотографии, которые время от времени наши зрители видят позаду нас, но все-таки прокомментировать их тоже хотелось бы. Что это, и я так понимаю, что школу все-таки отстраиваете? В этом году мы построили буквально в этом году, в январе, мы переехали в новую школу, здание школы-церкви, до этого у нас уроки проходили в палатках, в таких больших палатках. У нас школа 120 деток, три класса там есть, там учим мы детей самому элементарному читать, писать, считать. И вот мы заканчивали, собственно, строительство школы. Это, ребята, у нас дома раньше жило 18 детей-сирот вместе с нами, именно в нашем доме. Сейчас, слава богу, весной уже последних шесть разобрали по семьям. Всех усыновили, удочерили, и это наша последняя фотография вместе, там, где дети, которых мы отдавали в семьи, мы решили на прощание с ними сфотографироваться. А так, эти детки лет пять жили все с нами. Это наша церковь, там у нас есть церковь, где мы тоже говорим людям о боге, учим их каким-то основным принципам жизни, о том, как жить с богом, как вообще не потерять свою жизнь и не загубить ее. Так, как там происходит, потому что там, на самом деле, уровень аморальности настолько высокий, что сложно передать. А как вообще первое время было воспринимать многие моменты, скажем так, неприязнь, возможно, даже, да, то, что мы видим чаще всего в сюжетах того же «Арло и Орешки», неприязнь белых людей, назовем так, грабежи постоянные этих же белых людей, которых воспринимают как живой кошелек? Ну, дело в том, что у нас есть определенные правила в команде, которые, если ты не будешь нарушать, ты минимизируешь риски быть обворованным. Мы после темноты, а там темнеет в полседьмого, не можем выходить из дома. Ну, вот мы так для себя в команде решили и придерживаемся. Несколько раз было, когда я была ночью на улице, и все эти несколько раз я убегала от кого-то, поэтому, если ты придерживаешься правил, если ты живешь в команде, то все будет хорошо. А если говорить о самой миссии, да, в вашей команде, кто эти люди, они только с Украины или других стран, и если с Украины, то какие города тоже? Вообще-то украинская команда начиналась все с Украины, первые поехали ребята с Украины, их там было, по-моему, три человека. А потом нас очень люди меняются, кто-то приезжает на год, кто-то на два года, лидер нашей команды, она там живет уже восемь лет, я там живу три года. И так ребята, кто посвящает год жизни, кто два, кто пять, у всех по-разному, сейчас к нам уже присоединяются ребята, ну, Канада, Америка, все равно в основном это наши, Украина, русскоговорящие ребята, которые вот с нами как-то нашли контакты и приезжают к нам. Если говорить о людях, каждый все равно имеет здесь, в Украине, либо в другой стране, где он жил, да, свое какое-то дело, свою профессию, у вас что было до Африки? Я закончила наш Сухомлинского на аналитику программного обеспечения, в общем, моя специальность это программирование, работала, но я как-то очень боялась завязнуть в Украине, боялась так как-то расстраивать карьеру или что-то еще, поэтому я сразу после окончания университета уже искала пути, как улететь в Африку. То есть я так понимаю, что это будет как раз на ближайшие еще несколько лет так точно именно миссия, это да? Я думаю, да. Миссионер это человек, который не знает, где он будет завтра на самом деле, но пока я возвращаюсь туда, так как я отвечаю как раз вот за школу. Какие еще направления этой миссии, потому что образовательное, понятное дело, что еще? Ну, именно наша команда, мы называемся Our Kids in Africa, да, наши дети в Африке, у нас есть школа, у нас есть клиника, там, где люди из трущоб могут получить бесплатно, элементарно какую-то медицинскую помощь. Есть у нас большой проект работы с уличными детьми, там огромная проблема с ребятами, которые просто живут на улицах, нюхают клей, их тысячи там в любом городе. И у нас есть такой реабилитационный центр для этих ребят, которые могут туда прийти, там, кушать, спать, начать восстанавливать свое образование, потому что многие из них ходили в школу, но по каким-то причинам, из-за проблем в семье или из-за смерти родителей, они оказались на улице. И вот мы помогаем таким ребятам вернуться к нормальной жизни. Если говорить о школах, там школы в основном это основанные вот миссионерами или есть школы? Нет, государственные школы есть, но в любом случае образование там платное. И если у мамы заработок в месяц 30 долларов, и у нее пятеро детей, и за школу надо платить, ну, когда 30 долларов в ход, если это первый класс, а последний класс, то это будет 10 долларов в месяц. Соответственно, это, ну, большая роскошь водить ребенка в школу, и для многих это просто нереально. И даже дети, которые учатся на школе, многие из них, они едят единственный раз это на школе. Действительно вызывает какую-то такую непонятную реакцию, потому что и мурашки, понимаешь, что то, в каком состоянии живут наши люди, да, мы называем это уже, там, гранью бедности, но понимаем теперь, что есть еще хуже. Я так понимаю, что переосмысление, переосмышление вообще всех жизненных принципов, ценностей произошло, наверное, еще первый год, да, жизни в Африке, либо первую неделю. Ну, я, наверное, ехала и настраивалась уже на то, что я увижу, у меня ни разу не было такого, что я сидела и прям расплакалась, разрыдалась, потому что я понимаю, что этим не поможешь, ты должен работать для того, чтобы что-то изменилось и вкладывать в этих людей. Дух бойца должен быть всегда. Да, то есть слезами, эмоциями ничем не поможешь, поэтому, да, конечно, уже приезжая на Украину или рассматривая там фотографии друзей в Инстаграме, ой, я была в кафе, там тортик не очень, конечно, ты понимаешь, что это проблема непонятно какого уровня и зачем вообще об этом думать, в какой-то степени, да, и уже здесь приезжая, ты даже не можешь здесь уже как-то спокойно жить. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть небольшой видеоролик, который у нас также есть и после него прокомментируем, что же это. Субтитры создавал DimaTorzok Каждое утро мы проверяем детей, есть ли у них на половине шеи, и если есть, мы обрабатываем много мазей. Приходят к нам дети в 4 года, соответственно, они не умеют ни держать карандаш, ни... Даже элементарно сидеть, учителям приходится принадлежать много усилий для того, чтобы научить дисциплине, и они начнут от самого-самого элементарного. Сейчас у нас есть 3 класса, это самое младшее, среднее и уже pre-school, это дети, которые в следующем году ходят в государственную школу. В школе у нас есть сейчас 5 предметов, это математика, английский, суахили, это государственный язык, природоведение и библейский урок. Субтитры создавал DimaTorzok Кукуруза Для нас школа это шанс действительно, что-то реально начать менять в крючок. С образованием приходит понимание, что возможно другая жизнь, возможно вырваться из порочного замкнутого круга бедности. Родители, когда понимают, что у детей появился шанс, а все что им надо чуть-чуть напрячься, они начинают искать работу, перестают пить. Жизнь меняется благодаря школе, и образование это первое, что может действительно что-то поменять. У них появится шанс. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, в большинстве да. У нас был период, когда я закончила уроки, уже там было пол первого дня, и я им говорю, все ребята, пока можете идти кушать и идти домой. Они мне говорят, мадамина, нет, пожалуйста, проведите нам еще один урок. Когда мы переехали уже в новую школу, в здания, они в таких зданиях в жизни своей не бывали. И они говорят, мадамина, а можно мы здесь будем спать? То есть, сами даже условия в школе, это лучшее, что есть у них в жизни, поэтому, да. Есть, конечно, парни, которые просто ленятся и вылавливаем тоже, но, в принципе, да, детки ходят сами. Если говорить о родителях, то, что мы услышали, да, родители, насколько большой процент, что они реально исправляются? Потому что, я так понял, алкоголизм – большая проблема тоже в Африке. Все равно, да, каждый имеет свой выбор, и каждый делает свой выбор. Есть родители, которые реально стараются, которые там стараются стирать даже своему ребенку эту школьную форму, стараются делать домашнее задание, и, в принципе, за эти годы, когда школа есть уже у нас, то весь поселок, и он называется Шимолатева, это переводится «маленькая дыра», очень символично, мне кажется, название, уже изменилось. То есть, из года в год дети стоят все чище, родители становятся более ответственными. Но, конечно, каждый все равно выбирает сам, и есть родители-алкоголики, от которых, мы даже понимаем, уже не можем ничего требовать, и только чудо Божие, милость Божия, она может их изменить. Если мы говорим о форме, да, вот от вас уже, что стирают форму, тоже школа предоставляет вы? Да, для этих деток, для нашей школы мы шьем форму, и тоже это благодарность людей-спонсоров Украины, которые видели нашу работу, они просто выделили нам деньги на эту форму. Если говорить вот об этом поселке «Маленькая дыра», но все-таки есть там чем заниматься, чем взрослые занимаются, есть ли там какая-то работа, и что это за работа? Работы там нет. Мы находимся, мы живем в городе Киталы, и вот там есть два слама, двое таких больших трущоб, это Шима Латэва и еще один Кипсонго. Люди, которые, хотя женщины в основном там работают. Да, потому что я услышал перед этим зарплата, что есть, значит есть работа. Ага, если работают, то в основном там очень развито, как, сейчас переведу, «House Helper» это домохозяйка, да, просто работают где-то домохозяйками на более богатых людей. Стирают одежду, либо торгуют там очень такие киоски, сбитые палки, и там они продают овощи, там какие-то помидоры, бананы, авокадо, вот такое. Все. То есть основная это торговля? Носит дрова. Носит дрова на голове по 50 килограмм дрова. Ну то есть это опять-таки работа на более, скажем так, людей, которые более состоятельные? Или для кого-то? Нет, они там, дело в том, что кушать готовят на дровах полностью, там газа нет, естественно, и носит дрова вот они принесут, продадут где-то в поселке, им за это заплатят полтора доллара, и вот это их заработок. Вот это их единый заработок. Если честно, да, истории просто ошеломляют, я вам обещал, что действительно многое, вы посмотрите на многое по-другому, дорогие друзья. Вам спасибо большое за то, что осуществляете такую миссию, за то, что реально преданы своему делу, потому что не каждый согласится бросить здесь все и улететь на несколько лет в Африку. Я даже сейчас во время сюжета думал, если бы мне вот так была возможность, с одной стороны есть желание, с другой стороны есть понимание того, что здесь нужно всех и все оставить. Поэтому вам за такой героизм реально большое спасибо за то, что... Ну в гости мы ждем всегда. Окей, я думаю, что в гости как раз можно, а может там затянет. Так что, друзья, вот так, на самом деле для хороших дел мало надо, только желание, а единомышленники всегда найдутся, и хорошее дело всегда вернется, старится, и в этом я уверен. Даже просто благодаря этим улыбкам хочется вернуться, я уверен. Я спешаюсь, страшно. Опять-таки к этим детям. Так что вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok